Привет, с вами Вилсаком, с вами iPhone 6 Plus, я оставил iOS 9 GM, потому что Вилсаком должен страдать, а вот на шестерочку накатил свежевышедшую iOS 9.1 Public Beta, давайте узнаем как ее поставить и что там нового, поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина ij.ru Apple продолжает раздавать публичные беты свежих версий iOS, и для того, чтобы поставить 9.1 Public Beta, вам понадобится вот такой профиль, ссылочку на него найдете в описании, после этого в обновлении по... Па-бам! И свеженькая 9.1 Public Beta 1 Напомню, перед установкой, для того, чтобы не было мучительно больно, сделайте резервную копию, на всякий случай Вот в общем-то и все, единственное глобальное изменение и отличие iOS 9.1 от iOS 9.GM, это появившиеся эмоджи с факом Наконец-то можно посылать своих дорогих друзей, знакомых и просто рандомных личностей именно туда, куда им дорога Ну а если кроме шуток, Apple продолжает пополнять коллекцию эмоджи, их достаточно много добавили, однако не думаю, что это главная причина, почему вы захотите установить iOS 9.1 Public Beta 1 Собственно, эта бета значительно лучше оптимизирована, чем 9.GM, и многие, кто успели поставить ее себе, например, на iPhone 5s и старые устройства, отмечают, что работать стало комфортнее Вы спросите меня, а в чем прикол, еще девятка не вышла, а уже есть 9.1, а собственно именно там живет 3D Touch для iPhone 6s и 6s Plus, и у меня есть предположение, что именно эта версия может появиться 16 сентября А может и нет, 16 выйдет девяточка, а 25 со стартом продаж 6s 9.1, чем черт не шутит Еще вообще вышла в iOS 2.GM, но рассказывать о ней пока нечего, потому что главная особенность это новые приложения, а их пока в App Store не завезли Если вы поставили iOS 9.GM и не удовлетворены качеством ее работы, попробуйте 9.1 Public Beta 1 А с вами был Высоком, ставьте лайк, подписывайтесь, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok